Задник у меня сделан из старого нашего плаката Байкот фальшивым выборам Выборы действительно приближаются, но сегодня тема особенная 30 лет государственному перевороту, который надо правильно классифицировать Государственный переворот был совершен Ельциным и его ближайшими сподвижниками Прежде всего это Юрий Лужков Оба они уже на том свете, на чертовских сковородках жарятся, я в этом не сомневаюсь Потому что подлость этих людей, запредельные и беспредельные Они настоящие воспитанники КПСС, большевистской традиции и традиции закулисных негодяйств И самое большое их негодяйство было ликвидация единства нашей державы Да, она тогда называлась СССР Но это была Россия с такой биркой, наклеенной поверх И мы-то все знали, что это Россия и хотели, чтобы бирка была сорвана Идеология КПСС отброшена А не разорена и расчленена страна И все прекрасно это понимали, ни в одной политической программе не было расчленения страны Никто на выборах этого и не думал обещать, потому что его просто не выбрали бы ни на какую выборную должность Ни мэром, как говорила Попова, который очень активно также участвовал в разрушении нашей страны Ни депутатов Российской Федерации, тогда еще РСФСР Никто бы за них не голосовал, если бы они обмолвились, что вообще-то они хотят единство государства разрушить Расчленить его, разделить на независимые государства И в этом преступлении поучаствовали очень многие Я бы сказал, что поучаствовали практически все Сейчас можно списывать туда или туда, вину распределять и так далее Но главные виновники, главный организатор это Ельцин, Лужков И третья фигура, которую я не могу назвать, не знаю ее точно Возможно, это Филипп Бабков Но то, что в этом поучаствовало КГБ, я абсолютно не сомневаюсь Потому что эта структура создавалась для защиты Комитета государственной безопасности, защиты государственности Но именно государственность эта структура и разрушила И на этом основательно поживилась И у нас чекизм выхлестнулся И заполонил и политику, и экономику, и международные отношения Все занято вот этими выкормышами передового отряда КПСС То есть КГБ, ФСК, ФСБ Они меняли личины, но все осталось прежним, как и было Это самый бесстыдный, не основанный ни на каком законе большевизм Который опирается только исключительно на насилие О чем писал их основоположник Владимир Ильич Ленин И вот именно этим он числится великим Что чем больше истребишь людей, достойных, честных, тем лучше Вот на этом и основан был большевизм А то, что они решили разделить страну Это был второй раздел после большевистского переворота 1917 года Когда, если вы помните, отпали многие западные области Потом их перед войной и частично после войны вернули Но Финляндия и Польша, которые были в составе империи Уже в состав государства российского Видимо, никогда не войдут И то, что было держанным строительством в течение столетий Просто так вот раздали И в 1991 году это преступление, конечно, которое не знает никакого срока давности И когда национальная власть, если она будет установлена В чем уже есть очень большие сомнения То эта власть, если с Божьей помощью она обнаружится Она, конечно, даст оценки всем деятелям той эпохи Всем соучастникам этого бандитского преступления Расчленения страны У нас две ветви в мозгах Такое расчленение мозгов на недействующей власти С одной стороны, она признает, что вот как нехорошо, что страну разделили С другой стороны, она прославляет всячески соучастников преступления Путин повелел построить Ельцин-центр То есть преступнику возвести такой памятник, похожий на бутылку К которой Ельцин очень часто прикладывался И огромное помещение для того, чтобы там изменники Расставляли свои памятные какие-то предметы Что-то подобное, музей На самом деле это не музей, а центр диверсионно-подрывной деятельности С одной стороны, во власти не хотят так открыто уже говорить, что они тоже все соучастники этого замысла Собчак, за которого так вратовал Путин После того, как ему предоставили полномочия президента Ну, скажем так, передали с рук на руки от одного преступника другому А Собчак, это тот, кто вывел в люди Путина Несомненный соучастник и преступник Который тоже принял участие, уж не такое масштабное, как он хотел В расчленении страны по этническим уделам И, естественно, за этим преступлением, как говорили Вот, как и большевики говорили Какая бескровная революция Почти никто не пострадал Большевистская революция, то, что они считали днем революции Упились насмерть в винных подвалах Зимнего дворца Кто-то там упал, кто-то захлебнулся в своей блевотине и так далее Ну, там немного погибших Но после этого кошмарная гражданская война Бегство из страны всей интеллектуальной элиты Всех интеллектуальных кадров, вообще всех приличных людей Колоссальные демографические потери Колоссальные хозяйственные потери И то же самое в 1991 году Они говорят, ну как, всего три человека погибло, да Причем погибли-то по своей глупости Просто полезли под колеса БТРа Который ехал вовсе не Белый дом штурмовать Белым домом тогда называли место, где заседал российский парламент Ну, такое уж название тогда так повелось Видимо, что-то хотелось общее иметь с американцами Я свидетель всего этого И участник этих событий Я бы сказал так, что окончательный слом моих демократических иллюзий Состоялся именно в эти дни В дни государственного переворота Совершенного никаким не ГКЧП ГКЧП находились в правом поле Но они просто ничего не стали делать в этом правом поле Они заявились, они обязаны были Арестовать или просто расстрелять Ельцина Лучше было бы сразу расстрелять И чем больше перебили бы тех, кто с ним рядом находился Тем лучше сейчас бы их не было Сейчас бы не было вот этой швали, которую Путин подобрал на Ельцинской помойке Они не сделали этого Ни руководство КГБ, ни руководство армии Ни руководство государством Там каких только военизированных Или точнее вооруженных структур не было Сколько там было всяких спецотделов И всяких спецгруппировок Которые можно было использовать Ничего не стали делать И я скажу как участник этих событий И человек, который внимательно анализировал то, что происходило Что напрасно на Горбачева перекладывают всю вину Вот иуда, предатель и так далее Горбачев тоже не выполнил свои обязательства Свои должностные обязанности Которые он имел на посту президента СССР Он должен был вести чрезвычайное положение Арестовать всех зачинщиков Лучше было сразу их расстрелять Просто без суда и следствия Он должен был это сделать Но он этого не стал делать Потому что он сказал Я не могу Когда он узнал, что там в Беловежье совещается Какая-то мразь Он должен был отдать приказ И об этом в воспоминаниях участников событий тоже написано Его помощник об этом пишет Он сказал, я не могу То есть надо было отдать команду Там высадился бы боевой батальон ВДВ И всех бы поставил к стенке Отдали бы приказ, они бы его выполнили Но нет, он так не мог Но основная эта вина Не на тех, кто допустил преступление А на тех, кто его совершил А совершили преступление Те, кто сейчас правит И поэтому мы ходили Не только вот с этим плакатом Бойкот фальшивым выбором Но и долой преступную власть Я бы хотел спросить зрителей А вы где были Когда мы с этим выходили Неоднократно А теперь, честно сказать Мне уже идти никуда и не хочется Потому что Увидеть две сотни человек На русском марше Это как-то почесать в затылке И сказать, ну все Кончилась русская нация Кончилось русское движение Вот я бы не хотел в это верить Но пусть тогда Если есть люди Которые готовы Выходить и сражаться За русские национальные интересы Пусть они как-то Проявят себя Хоть как-то там Выйдут на связь Да, мы вот тоже Мы тут собрались Мы там сто человек приведем Один, другой, третий Такие группы соберут Тогда имеет смысл А вот так Подставляться под репрессии И Ну фактически Бандиты Вооруженные бандиты Находятся у власти Мы к чему-то там Призываем Куда-то выходим Ставим на карту Не только свою судьбу Но и свою жизнь А те, кто считают себя русскими Оказываются абсолютно безучастными Они говорят, ну это Если бы вы восстание подняли Я бы туда пришел Попросил бы автомат Ну кто же тебе его даст Если Ты не проверен Даже в таком пустяке Там где-то выйти На митинг Или на шествие Или просто начать работу Там информационную работу В соцсетях В какой-то единой корпорации И создавать информационные волны Вы не хотите этого делать Ну тогда вот это Тридцатилетнее предательство Продолжается И тогда Вы просто невольно Стоите на стороне Того же Ельцина Уже скончавшегося Или Лужкова Ворюги Который там Миллиардное состояние За год Для своей жены сделал Или вот Тех скрытых Генералов КГБ Которые Поучаствовали Во всем этом безобразии И не арестовали Ельцина Да можно было И Всех остальных Включая Горбачева И весь ГКЧП Арестовать Если бы Действительно Это был комитет Государственной безопасности Это были Люди подготовленные Совсем к другому Они еще При Андропове Начали эту подготовку К совершенно Чуждым для нас Процессам И тайно Эти процессы Подготовили И реализовали И сейчас Реализуют для себя Те последствия Государственного переворота Которых состоялись Фактически Уничтожили государство Уничтожили Легальную власть Поэтому и выборы Абсолютно нелегитимны Нет легитимной власти Которая могла бы Эти выборы проводить И то что они проводятся Это очередной Очередной плевок Как бы В душу народа Который никогда Не получит От этих выборов Ничего И вот однажды Только было Когда Грудинин Где-то опираясь На коммунистов Где-то опираясь На национал патриотов Вышел Ну струсил И отбежал в сторону А некоторые Так и продолжили Гундосить Ну вот Вот вы там С этими С коммунистами Да мы не были С коммунистами Никогда Мы попытались Хотя бы Локально Прорвать информационную блокаду Что-то заявить По русскому вопросу Ну что-то удалось Но это настолько мелко Если бы был Наш кандидат А его нет И не будет И не будет Мы не видим Потому что выбито Вообще Весь лидерский слой Выбит Либо посажен в тюрьму Либо Оскорблен Клеветой тех Кто заявляет О том Что они русские Что они В русском движении Что они что-то там понимают Ничего не понимают И видимо уже не поймут Где русские лидеры Где русские лидеры Это из молодняка Кто-то поднимается Нет В 30 лет уже сложившийся лидер Если нет То значит Это инфантил И где эти Вот 30-летние лидеры Их не видно И я не замечаю Чтобы они появились А кто-то должен Сломать Этот режим Установившийся В результате Государственного переворота СССР Это тоже был Продукт Государственного переворота Но там хотя бы Государственность сохранили А у нас ее нет Нет публичной власти Все решается за кулисами И никто не собирается Советоваться с вами На выборах Куда вы потащитесь На эти выборы Не позорьтесь Объявите сами себе Что вы бойкотируете Эти выборы Не связывайтесь С жуликами Нам надо сначала Самим консолидироваться На выборах Хоть что-то Хоть чего-то добиваться Когда есть Общепризнанные Авторитеты Их надо искать Их надо создавать А на это требуются Годы Вы эти годы потратили Нет, вы эти годы Потратили впустую На склоки На сбор Всякой макулатуры Якобы компрометирующей Кого-то Где Собирание русских сил Все попытки Заканчиваются Либо предательством Либо полным равнодушием Еще раз О том Что произошло 30 лет назад Государственный переворот Совершенный Верхушкой КПСС И КГБ И нынешний режим Это плоть От плоти И В содержательном Смысле Абсолютно Тот же самый Который установился Тогда Просто то Что тогда Еще по старому Законодательству Считалось преступлением Уже после 93-го года Вымыто Из Репрессивной части Законодательства Теперь это норма Теперь созданы Разветвленные системы Ограбления страны Вот этой кучкой Негодяев Прорвавшихся во власть Включая Путина И его товарищей По горшку На которых он переписал Фактически все Национальное достояние В том числе Многое из того Что было украдено Вору вору украл От этого он Не становится честным человеком За русскую власть Это единственная мысль Которая должна Крепко сидеть в голове Русская власть Больше ничего Если за русскую власть Тогда мы идем Голосуем Даже если мы проигрываем Мы хотя бы используем Выборы для консолидации Но вы все Соучастники Этого преступления Кто выступает За стабильность Этой воровской И предательской Изменнической Политической системы Не государственной А политической Которая Даже политическая Толком не назовешь Это действительно Бандитская Так же как и Большевики Придя к власти Установили Бандитскую систему Какая в ней политика Здесь тоже Нет никакой политики И 30 лет назад Политику сломали Я написал Об этом книжку По горячим следам 1994 год В 1995 году Вышла книжка Метеш номенклатуры Потом 10 лет назад В 2011 году Я используя Некоторые материалы Издал книжку Как убивали СССР Кто стал миллиардером Сейчас возможно В издательстве Книжный мир Она выйдет Вторым изданием С небольшим Предисловием Ко второму изданию Я знаю этот вопрос Хорошо знаю И как участник Многое видел Своими глазами И многое Описал И записал Потому что А где те мемуары Которые Даже со стороны Сторонников Ельцина Где эти мемуары Которые показывают Где кто был Кто И что говорил Какие документы Принимались Ну все Это покрывается Антиисторическим подходом Кроме Вот этого фетиша Якобы Коммунистической жизни В СССР Что все было прекрасно И трава зеленее И клубника краснее Больше ничего не осталось И у нынешней власти Кроме Фетиша Великой Победы 45-го года О которой Правду стараются скрыть Ничего не осталось И в голове у людей Ничего не осталось Они не хотят Мыслить исторически Они не хотят знать Что и где И как и почему Происходило Пользуются Всякой Макулатурной продукцией Но чтобы Мозги-то просветлели Вот и надо Стремиться к тому Чтобы быть русским Быть русским Это значит От всякой лжи Отстраниться И искать правду жизни И сражаться за эту правду Слава Руси Господи спаси Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин